Всем привет! С вами Наталья Маханёва, канал «Всё сразу». Сегодня, 10 марта 2021 года, на моей страничке вылезла в YouTube вот такая вот информация с красным треугольником. Важно всем авторам, проживающим за пределами США, скоро потребуется указать налоговую информацию в AdSense. Данные будут необходимы, чтобы точно рассчитать потенциальные налоги с авторских выплат. Пройти, скрыть. Два пункта. Но, учитывая, что у меня уже есть монетизация, то, соответственно, как бы это просто необходимо сделать. Поэтому сейчас мы с вами это попробуем вместе сделать. Так, для тех, кто недавно на моем канале или редко заходит, то я живу в России и, соответственно, информацию указываю по России. Поехали! Нажав на кнопку «Пройти», я вылетаю в информационное меню. Соответственно, да, мне нужно ознакомиться со всей-всей-всей информацией. Я, конечно, немножко почитала и пошла в YouTube AdSense. Сейчас, как обычно, начинаем войти в свою учетку. Тут я приятно удивлена. Баланс на моей учетке обновился. Ну, 3-го числа каждого месяца обновление. С 25 января по 3 февраля и с 3 февраля по 3 марта я заработала 16 долларов и 32 цента. Вы много или мало? Не знаю. Судить вам. Здесь я тоже вижу информацию. Важно проверьте, нужно ли вам предоставлять дополнительную налоговую информацию. Изменения налоговой информации. Ну, и платежи приостановлены, так как мне еще не пришло на Почту России письмо с пин-кодом. Нажав на «Изменения налоговой информации», я попадаю в такую графу. Вы не можете получать выплаты, пока не предоставите налоговую информацию. Добавьте налоговую информацию. Поехали добавлять. Перекидывает меня на учетку. Ввожу пароль. Далее. И поехали заполнять. Физическое лицо. Далее. Являетесь ли вы гражданином или резидентом США? Нет. Далее. Выберите налоговую форму. Я выбираю нижнюю форму. Галочка «Заполн налоговую форму». Немножко подумаем, повисим. Здесь я выбираю Россию, и мы с вами немножко поиграемся. В видео, которое я уже смотрела на эту тему, написано, что имя физического лица должно быть в английской транслитерации. Мы попробуем вбить на русском языке, так как в моем ИНН на русском языке. Скорее всего, это не пройдет, и придется еще раз поиграться. Ну, пробуем. Вводим ИНН. Нажимаем кнопку «Далее». И да, конечно, он ругается, и мы пишем теперь уже по-английски все то же самое. В транслитерации. Дубль два. Теперь он ругается, что я Наталья. Ну, ладно, будем Наталья. Дубль три. Поехали на Уханева Наталья. Боюсь подумать, что было бы, если бы я через ее забила фамилию, как у меня в паспорте. И, слава богу, мы пошли дальше. Теперь мы заполняем адрес. Так, заполнили адрес. Я поставила галочку «Адрес совпадает с почтовым». Нажимаем «Далее». Так, далее. Соглашение об избежании двойного налогообложения. Ставим «Да», галочку «Выбираем страну Россию». Далее мы выбираем специальные налоговые ставки. Наша цель – выбрать 0%. Чтобы за тех, кто у нас посмотрит с Америки, там 30% не снимали налог. Здесь только один вариант, статья 6, номер 1. Тут больше другое выбрать нельзя. Здесь статья 12, другого выбрать нельзя. Здесь тоже статья 12. «Далее». На новой странице мы подтверждаем, что созданные налоговые документы были проверены. Ставим просто галочку. И опять нажимаем «Далее». Ставим подпись, то есть фамилия, имя, отчество на английском языке транслитерации. Ставим галочку «Да, мое имя указано в разделе подпись». И я подписываю эту форму. Жмем «Далее». Далее ставим «Нет» и галочку, так как мы на территории США деятельность никакую не вели. Так, ну и в конце получается я предоставляю налоговую информацию для существующего платежного профиля. Так как у меня уже есть YouTube AdSense и там какие-то деньги, как я уже говорила в начале видео, есть, то галочку я ставлю во втором окошке. У кого нет, не было еще платежного профиля, то необходимо поставить галочку в верхнем. Я представляю налоговую информацию для нового платежного профиля. Нажимаем кнопку «Отправить». Все, видим форма V8BEN одобрена. Налоговая информация заполнена. Ниже налоговые ставки выбранные, 0. Все прекрасно. На этой же странице можно отправить новую форму. То есть если вы допустили ошибку, насколько я это понимаю, или если у вас изменились какие-то данные, вы можете отправить новую форму и внести необходимые изменения. В принципе, это вся информация, которую я хотела вам рассказать. Как обычно, я не делаю обучающее видео. Я просто записываю то, что делаю сама. Сегодня мы с вами заполнили изменения в налоговой информации, чтобы не платить 30% двойное налогообложение с тех посетителей с Америки, благодаря которым с нас будет браться слишком большой налоговый процент. Масло масляное рассказала. Но так как все равно это надо было сделать, то позже или раньше надо было все равно это пройти, выполнить. В принципе, 5-7 минут времени, учитывая, что я останавливалась, чтобы заснять какие-то моменты. Это не так уж много. Формы достаточно простые. Единственное, что для меня было проблемное, это я не знала, почтовый адрес должен ли совпадать, нужно ли забивать, потому что у нас корреспонденция не всегда доходит. Собственно, сейчас я также жду письмо с Почты России, как я уже говорила в начале видео. И пока с 18 февраля, сегодня 10 марта, я все жду, когда же оно придет. На этом будем заканчивать это видео. До скорых встреч!